здорово мужики здравствуйте где вы находитесь пацаны где вы находитесь где находитесь мы это алтайский край город барнаул алтайский край да мы проповедуем христа распятого и воскресшего чтобы люди приготовились к исходу из жизни что после смерти в ад не попали вы желаете поговорить на тему о спасении души да а у вас евангелие есть есть ну я не зачитывался не зачитывалась а у вас там где живете храмы православные есть есть православные мечеть есть понятно а где вы находитесь чечня дело в том что у меня 38 книг из печати вышло я решил подарить библиотеки в разные но мы проехали 650 городов но когда поехали в чечню нам говорят не надо ездить туда вам то все равно вы хотите мучеником быть там голову только режут а мы были в чечне нас приняли как родных братьев мы там несколько раз были молодежь такая вышла показывает зашли библиотеку женщины мусульманки с нами фотографируются у них там какое-то собрание было кажется министр просвещения был и они даже оставили вышли к нам нам очень понравилось очень понравился и при том люди внимательные вот у меня брат ехал с нами вышел спросить а как проехать а там идут молодые люди лет 16 17 так они прям пошли впереди и давай показывать везде у нас у нас молодежь воспитана по-другому да у вас рамзан кадыров я ему подарил я подарил ему книги и мне пришла грамота благодарности от него от рамзана ахматовича кадырова от рамзана ахматовича кадырова мне пришла благодарность бумагу прислал мне нравится мне очень нравится что он запретил аборты у вас да какой он молодец мы за него каждый день молимся здесь утром молимся и говорим господи помилую рамзана а у вас там много православных людей верующих да то тут много тут храмов в городе сколько выгод баптисты и мы православные православные я знаю есть баптисты есть иглова и есть который церковь ходит православный мы мы церковь православная мы благодарим бога и вот у нас в ангеле написано и мы в это верим что христос умер за грехи людей это благая весть называется добрая весть чтобы люди поверили в это попросили прощения и господь горит я умер за ваши грехи и чтоб жили по заповедям заповедь любви мы через вас ходили в азербайджан в азербайджан и в баку ночевали в доме умолы были умолы и там ходили вмещать там молились с ними нам сильно понравилось это народ очень внимательный всего хорошего с богом я понял услышал вас всего доброго в вашем деле спаси христос и попасть мы православные христиане свидетельствуем благую весть что христос умер за наши грехи и кто верует во христа тому он дарует прощение чтобы люди изменились и жили по-другому жили для любви и мира божественного и после смерти христос принимает эту душу а когда будет общее воскресенье воскресенье воскреснут люди будут в раю а кто не верит они после смерти прямо в вагоне идут сразу а с чего вы взяли что вы согрешили да все люди согрешили мы одного шага не сделаем чтобы не согрешить то подумал то посмотрел боги услышать так мы православные христиане свидетельствуем о жертве христа что иисус умер за наши грехи чтобы мы верили в него и жили по его заповедям не желаете да так всего хорошего нет они желают желаете у нас главная книга это святая библия и там одна из называется евангелия который убору дубреете никогда я даже в армии был с бородой так бог так сотворил человека бог сотворил человека сба чтобы с бородой был а безбородый он подкаблучник под женщины нельзя так нам пришлось миссионерской поездкой проехать до владивостока мы из барнаула до лиссабона мы дарили свои книги которые у нас вышли из печати что за канал наш канал наш называется открытым оком во свете библии вы себя там через 10 дней увидите во свете библии открытым оком запишите себе запишите чтобы не забыть а там может запишите сами мы так как вам запишем и как здесь происходит я хотел спросить у вас ребята мусульмане так почему на этого здесь одна это рулетки много их процентов 90 мусульмане почему они здесь все скопились то одна паскуда торчит вот говорят тут никого нету а мы тут хороших людей встречали не один раз с мусульманами сейчас беседовали рассказывали как мы в баку были ночевали в доме мулы ходили в мечеть у нас хорошее отношение с мусульманами везде мы им рассказываем о христе о спасении сейчас разговаривали с мусульманами из го это ищущение ребята как мы к ним приезжали как нас встречали там но всего тогда хорошего с богом я спасение что после смерти в ад не пойти я мусульманин дедушка ну и что же христианская проповедь на меня как бы не очень хорошо за счет мусульманин тоже человек ему тоже надо ну так он же после смерти то куда пойдет если не будет верить во христа кровь христа ощущает от всякого греха до кровь христа вот кровь за нас пробил никакой евангелия у нас книга библия называется вот она я говорю деда еска и отношения какой-то какой-то ну чё скажите вот допустим человек где-то погибает а другой вытащил его а сам погиб он же людоед христос сам на кресте умер за нас он за нас умер нет 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 а вы же там в церковь ходите это тело христа гужите там какой-то обряд есть а вы его не знаете вы об этом вы не говорите о том чего мне не подсудно об этом рассуждать неверующий не может это духовно понимается никакого там нету там хлеб остается перевращается тело это у человека только воде так мы сейчас с вами встречались не да нет а он говорит один до другой нет тогда или нет 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 но вы между собой договоритесь тогда будем значит мы православные христиане с благовой вестью пошли рассказать о христе о спасении его как христос умер за наши грехи что после смерти можете рассказать у нас вы можете зайти на наш ресурс на канал называется открытым оком во свете библии это в ю тубе ю тубе открытым оком глазом зарядите открытым оком во свете библии там 13 20000 наших роликов сейчас секунд есть еще раз говорить открытым оком во свете библии открытым открытым огрいく открытым оком глазам то есть открытым оком во свете библии локом во свете библии вотaddhi 29 тысяч подписчиков до 26 29 миллионов пасть просмотров Прикольненький, прикольненький Если вы эти слова Запишите и напишите сайт То на сайте вы там найдете Фильмы о нас снятые Божественные, государственные А у вас этот чат-рулетка записывается, да? Да А вы потом выложите в ютуб, да? Да, вы нас заходите Дней через 10 вы увидите Сами себя Хорошо, все, я поставил колокольчик, подписался Да, поставьте Мы говорим, что Христос умер за нас И он дарует нам жизнь вечную Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную А неверующий не увидит жизни Но гнев Божий пребывает на нем Я посмотрю ваше видео Да, и при том, если вы зарядите форум И вот такие же слова И добавите Игнатия Лапкина, это моя фамилия То откроется форум Там 1600 тем Тем разных, подробно А на сайте там 50 книг Моим голосом насчитаны Ого Божественно Архипелаг ГУЛАГ Насчитан Библия Сайт И забывайте Открытым оком У вас эти Библии Сайт Уже не ютуб, а сайт Хорошо Да Если вам это все подойдет Вы тогда можете по скайпу Выйти на меня Зарядите Игнатия Лапкина И мы с вами Побеседуем более подробно Да, в скайпе А вы можете это в чат сюда написать? Нет, не можем У нас клавиатура занята сейчас У нас занята Видите, у нас тут аппаратура Так это Так, а еще раз Как вы подпишите на скайпе? Во свете Библии Открытым оком Вот эти слова везде И впереди напишите сайт И сайт откроется Если напишите форум Форум откроется А в скайпе как? В скайпе? В скайпе как? В скайпе-то так и написано Во свете Библии Нет, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин добавьте Во свете Библии Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин 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 А слово лапа уменьшительное Лапкин А если вы зайдете в мой мир Мой мир, слышите? То вы там найдете много 22 тысячи наших фотографий Игнатий Лапкин И Лапкин Во свете Библии Лапкин Игнатий и Лапкин Да Игнатий Игнатий Окончание и краткое Вот, я тебе говорю и краткое Вот Игнатий нашли Барнаул, да? Да А вас тут двое Кто из них? Я А это брат Нет, он говорит, там двое Две страницы, что ли Две страницы? Да А, так это там Параллельный сделали Второй сделали Такой Люди сделали Другие Я вам помахал рукой там Сказать Это очень дорогое условие Один меня не спрашивался Он сильно расположенный И сделал отдельный сайт И нанял у него там Программисты работали с Израиля С Белоруссией Он заплатил 300 тысяч рублей им Неплохо Но там очень много И фильмы государственные Про нас Занявшие первое место На международном киноконкурсе Я вот начальник детского лагеря 45 лет И с нуля православную деревню строим Мы говорим В этой жизни надо жить Даже бедному Интересно и красиво Никого не ругать Не правители А молиться и благодарить Бога Да, согласен, согласен Бога слава У вас вопросы какие есть? Блин, нет Ну, если будут Вы их запишите И по скайпу зайдете Все, понял Я вас там это добавил Там Хорошо Хорошо С Богом Скажите, чтобы было Своё лицо, чтобы у него было Своё лицо только, чтобы было Никаких ников, аватаров Чтобы не было Не-не-не, моё лицо Да так Ты только там напишите Что мы с вами разговаривали Хорошо, хорошо По скайпу вы меня сразу найдёте Я один под этим Он уже нашёл вас Нашёл По скайпу Я уже добавил Вам осталось только принять запрос мой Ну всё Только там я вам скину Какие часы можно подходить Всё, понял Спасибо большое С Богом И вы вопросы подготовьте И побеседуйте Вопросы, чтобы у вас были серьёзные Для жизни Хорошо Всего доброго вам Когда человек уверует Самый главный вопрос Жениться или не жениться И как правильно жениться Я вам дам совет Всего доброго С Богом Здравствуйте Здравствуйте Вот вам что интернет Мы проповедуем Христа распятого Воскресшего Чтобы люди получили жизнь вечную После смерти в ад не пошли Вас эта тема касается, нет? Да, касается В ад никто не хочет Так У нас главная книга Евангелие, Библия И мы по ней узнаём О жизни Иисуса Христа Как Он за нас умер Как зовёт к покаянию Чтоб жили по Его заповедям А заповеди её не тяжкие Они простые Любите друг друга Это главная заповедь Чтобы Бога любили Всем умом, всем сердцем Жить не для себя Мы стараемся Мы никого не обижаем Никогда Не людей И друг друга любим Вот мы родственники А вот вы не обижаете А сами себя обижаете Сами себя обижают А зачем вы курите-то? Это 12 лет жизни отнимет у вас Ну это вы знаете Это как бы самобичевание Вериги Знаете, что такое вериги? Знаю, что такое вериги Так это не вериги Рак лёгких Вам не надо это Рак лёгких Рак вообще Знаете У нас в Библии написано Делающий грех Есть раб греха Но если Сын освободит вас Свободны будете Ты помолись и скажи Господи Избавь меня от этой вонючей травы Ян Кринштадтский говорит Уста рот курящего Это демонская кадильница А вы знаете Как бы Радости другой там В жизни больше нет Нету Радость в Боге Даже ещё Владимир Ульянов говорил Радость наша Трудовых успехов Так вы то есть Раньше работали в порткоме А теперь работаете У Бога Он говорит Вы раньше в порткоме работали А сейчас у Бога работаете Нет я в порткоме не был Я родился в верующей семье Я за Бога Прошёл пять тюрем и лагерь А вы знаете Меня в Магадане крестили вообще Ну как крестили В полное погружение Или только лоб Мощили за деньги Нет Только лоб Лоб Обманул поп вас Крещение Переводится Погружение Три раза Во имя Отца И Сына И Святого Духа Чтобы ты Полностью ушёл под воду Если вы были в лагерях Вы знаете Что реки Зимой Замерзают До дна Лето можно дождаться Можно Можно в помещении Большой Баптистерии Построить бак Это не ответ Купели Тихо Да Мы строим с нуля Православную деревню Где нельзя пить Курить Материться Воровать и лгать Вот это хорошо 21 тысяча сёл разрушены Мы получили статус Церковь построили Школу Всё сами делаем Дороги Сами всё делаем А где это? Алтайский край Алтайский край А Алтай Да Житие со Сибири Как называют Я понял Ну Вы знаете Вот я знаете О чём скажу Вот я живу Как бы в центральных районах Ну конкретно Санкт-Петербурге И вот смотрю Что ваши там Губернаторы На горных баранов Оходятся На вертолётах Ещё что-то Лес Китайцам продают Вы это как-то Останавливаете Или просто А это не у нас Это в горном Алтае Это отдельно Автономная республика Это не наш Не Алтай Я понимаю Что такое горный Алтай У нас Губернаторы Не охотятся На баранов Они там С банниковым Представители президента Погибли Я эту историю знаю У нас этого нет Ну моё отношение Вообще Если честно Моё отношение А злит Это хорошие люди Нет Хорошие люди Ну просто Я вот не верю В это всё Ну не веришь Пока до времени Написано Бесы Даже бесы Демоны веруют И трепещут А ты человека Не трепещешь А я не трепещу А написано Бойся Бога Потому что Написано Страшно впасть В руки Бога живого Он переворачивается Из земли Бог Скалы дымятся Когда Бог прикасается До этого момента Я вас вообще не слышал Я вам засвидетельствовал Мы не спорим Мы сказали Чтоб потом вы не говорили Что вам никто не сказал 27 января 2019 года В это время К вам Бог послал Своих слуг Чтобы сказать Чтоб веровали на него Не будете веровать Вы будете каяться Я вам сказал Без тряки принципов Понимаете Вы этого не знаете Пытается говорить Человек просто Во-первых Во-первых Иисус Христос сказал Послушайте И будете услышанными Вы этого не делайте Это раз Еще не делала Подожди Дальше не надо Что делали Не делайте Я вам сказал Что Иисус Христос сказал Послушайте И будете услышанными Теперь И будете enseñаться И будете услышанными Ну мы и слушаем Евангелие У вас Библия-то есть Я каждый день Я читаю Вот она книга Библия Это где она у вас Покажите Он хочет сказать, чтобы вы его не перебивали, а выслушали Я его выслушаю, смотри Да все, видно, видно Если вы говорите про Иисуса, вы должны считать правильно Вы даже меня послушать не хотите, в этом проблема Вы, говорит, меня послушать не хотите Ну говорите, но вы по делу говорите То есть если Библию не знаете содержание, вы неправильно ее передаете Иисус сказал, слушайте Мы не передаем, мы вас слушаем Ну давай, он вам мешает слушать-то Показывать себя знатоком Мое отношение к церкви И вообще в принципе Хорошим людям оно не надо Хорошие люди и так это сидят А платим не поможет Поэтому если вы будете пропагандировать это все Это просто глупость Хорошие люди и так хорошие То есть вы не знаете силу Христовую Знаете, я был в тюрьме И когда ночью молился Мне утром преступники говорят Сегодня 70 человек сзади становились на колени Молились, можно мы с вами будем молиться На моих глазах людей убивали А меня пальцем не тронули Извините, вам сколько лет? Мне будет Вот 10 июня 80 Очень уважаю Уважаю Ну вы знаете как Вот как бы я 79 года Жил на Колыме Жил, ну я не видел ни лагерей, ничего Но я жил и смотрел Как это все было видно Вы знаете как Бог Он везде Не надо говорить там Курить Шмурить Вот Ну Бог Есть Бог Есть Где-то с моей стороны Что-то По постулькам Будут Есть Я отвечу перед Богом Не ответьте человек Он даже рта не раскроет Почему не уверовал А Христос спросит Спросит Почему Когда Бог дал солнце Я не верую А это плохо Если человек не верит Значит бесы веруют А ты не веришь Так ты что хуже бесов разве? Бес Видите? Ну Он сказал я верую А веровать надо так Чтобы Бороду зачем бреете? Да по порядку начнем Не надо рассказать А бороду зачем бреете? Не надо рассказывать Как надо верить? Бороду зачем бреете? Да Христос с бородой Пророки с бородой Апостол с бородой Иоанн Карашлядский Вы правильно говорите Вот честно говоря Вот честно говоря Вот Не хотел бы брить Ну Здесь не понимаю А я скажу почему Знаете почему без бороды? Потому что Жена командует над мужем Муж подкаблучник Не-не-не-не-не-не Тормозите Значит разведенный Значит Если я буду не брить бороду Подумываю на работе Что я бомж Меня выгонят Просто я останусь Без всех существований Вы Никто вас не выгонит Наоборот Доверия больше будет Я знаю И даже в армии В советское время Я на военном берете С бородой Человек пропагандирует Просто Они пропагандируют Ничего нормального Так все Мы спор не будем слушать Всего хорошего вам С Богом Он вам товарищ не дает слушать Видишь он Если он благую весть о Христе Чтобы люди приготовились Отойти из этой жизни Не попали в ад Вы желаете что-то услышать? Ну да Мы христиане имеем главную книгу Из Библии Это Евангелие Где говорится о жизни Иисуса Христа Как он сошел на землю Как он умер за грехи людей И дарует прощение С креста проспостер руки Чтобы всех людей остановить На безумии Чтобы они не шли в погибель Верующий в Сына Божий Имеет жизнь вечную А неверующий Не увидит жизни Но гнев Божий пребывает на нем Евангелие Теана 3.36 Библия в миниатюре Называется Это Евангелие Теана 3 глава 16 стих Ибо так Бог возлюбил мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную То есть за гробом другая жизнь есть Это жизнь только подготовка к той жизни О чем Лермонтов писал Есть Божий суд на перстнике разбрата Если человек не верит Он не знает для чего живет Апостол Павел говорит Для меня жизнь Христос А смерть это приобретение Смерть разрешит все вопросы Я пойду на суд Божий К любящему Христу А неверующий он пойдет в ад Вместе с демонами И поэтому важно Нести эту благую весть людям Мы свободны во Христе Тюрьма этой духовной нашей жизни Она разрушена Господь говорит Придите ко мне Все труждающиеся обремененные Я успокою вас Придите научитесь от меня Иго моё благо Бремя моё лёгко А какое благо? Вот говорят Евреи захватили Всё в стране То другое И что? Бороться надо с ними Я говорю Оружие какое? Не знаете? Любовь Это дети Авраама Не поноси их Им такая роль выпала Мы должны молиться Чтобы Господь всех благословил Не править или никого не проклинай А скажи Благословляю Тебя Господи Что разум мой Услышал об этом То что вы сегодня слышите Вы не каждый день услышите Тем более Где-то в этой рулетке Тут вообще Одни Мусульмане или кто И раздеты все уже И матерятся И курят Что это за канал? Пятый день наверное на нём И всё одинаковое Как будто отхожее место какое-то Вы если хотите больше узнать Запишите наш ресурс В Ютубе Открытым оком Во свете Библии Там 13 тысяч наших роликов Открытым оком Во свете Библии Игнатий Лапкин Там показ Мы строим деревню с нуля Православную Где нельзя ни пить Ни курить Ни материться Ни воровать Я вот был начальник Детского лагеря Создал его Православный 45 лет Без помощи государства Тысячи детей подняли Государство ни рубля не дало Ни на деревне Ни на лагерь Только нас гнобили И гнобили А мы молились И Господь всё это устроил Как ему надо Мы сейчас говорили С чеченцами Из Чечни они Я говорю Мы когда ездили Нам У меня 38 томов Вышло из книги Я решил подарить библиотеки 650 городов проехали От Владивостока До Лиссабона Захватили Скандинавию Прибалтику И Господь показал Какие есть люди Мы со всем миром Познакомились Турцию прошли И открыто Всем свидетельствовали о Боге Люди очень разные Разные национальности Разное вероисповедание Но у всех Понятие есть Что будет суд Божий Был такой путешественник Плутар Древности Можете посмотреть Он говорит Я много путешествовал Ну путешествовал Конечно не в Америке Я встречал государства У которых нет границ Я видел города У которых нет Укреплённых стен Я видел народы У которых нет Денежной системы Но я не встретил Такого дикого Грубого народа Который не имел бы Веры в Бога А философ Монтень говорил Отрицать Бога У гроба близкого Под звёздным небом Может только Совершенный идиот Или полный преступник Поэтому Для вас сегодня Счастливый день 27 января 2019 года Вы услышали Благую весть И сами решите Что вам надо Зайдите на наши ресурсы Если вы зарядите Не ютуба Сайт Тоже Открытым оком Во сети Библии Вы зайдёте на наш сайт Там 50 книг Моим голосом начитаны Библия Златоуст Архипелаг Гулаг Вы столько там найдёте Там государственные фильмы О нас сняты Занявшие первое место На международных киноконкурсах Если зарядите форум Открытым оком Во сети Библии Зайдёте на форум Там 1600 наших тем То есть Если вам это понравится Что-то Вы можете выйти По скайпу на меня Игнатий Лапкин И вы сразу выйдете Подготовь А вы нас записываете? Что нас записывают? Да, записывают Мы записываем И примерно через Дней 10 Это будет в интернете В ютубе стоять Вы сами себя увидите Какой у нас Прекрасный был разговор Я вижу Если это ваша жена С левой стороны Она должна с левой Знак подчинённости Это всё правильно А мужчина Бороду не должен брить И жена не должна препятствовать Борода Это знак власти его Что ты мудрый человек Тебе Бог дал знания Все пророки В церкви Пойди на иконы Посмотри Христос Апостолы Все с бородами Фридрих Энгельс Вот смотри Он старше Маркса У него такая борода У Карла Маркса Поменьше У Ленина маленькая У Салина одни усы А Хрущёва Даже на голове Ещё нету И все друг за другом Идут Вы знаете Есть такая Мистическая История Про одну страну Про Советский Союз Должен был Один правитель Прийти Этот правитель Который придёт Разрушить всё Он должен В себя вмещать Предыдущих И вот запишите Где-нибудь Горбачёв Горбачёв Б по порядку Б Брежнев А Андропов Ч Черненко Е Ельцин Первые лица В государстве Все в одной фамилии Это нельзя сделать Это знаковая фигура была Люди этого не понимали А мы им говорили тогда Что послужило крушением Тоталитарного режима Архипелаг ГУЛАГ И гласность Это Солженицын И Горбачёв Я вёл занятия В пяти университетах Три радиопрограммы вёл И всё время Были тогда вопросы Политического характера А где написано Ну в Академгородке Я вёл занятия На Новосибирском Открываю Библию Показываю Тогда был интересный случай Один встал и говорит Я с вами не согласен Вы говорите В Библии даётся Ответ на все вопросы Я говорю Кроме одного Когда кончина мира А зал полный Там эти Широколобые сидят Ну он говорит Я задам вам сейчас вопросы Я говорю Ну если я вам сейчас Отвечу сразу Вы признаете Что вы неправы сказали Конечно Я говорю Давайте И он три вопроса задал Я показал Какая книга Библии Где написано И всё Он поклонился Поблагодарил И сразу ушёл А я говорю А кто это такой Да это у нас Профессор один Ну такой любознательный Говорит И ходит в церковь Там что-то говорит Ну ему было очень неудобно В Библии даёт все ответы Я 50 лет У ней учусь В 23 года уверовал Говорят Вот человек Когда уверил в Бога У тебя какая-то беда была Тебя все бросили Не так Я служил в морфлоте И после армии Плаваю на море Я здоровый У меня деньги У меня всё есть Мира в душе нету Я добился Я добился разрешения Сдать В училище Мореходку поступил Три года В один год сложить По немецки Английски Или французски Все предметы сдать Я понял Всё это ненужное Я всё связал И бросил В свой погреб Господи Дай мне теперь Смирение Терпение И веровать И вот склонились На колени Мне Евангелие дали Ну молитва Минут 10 была Я встал Я сам себя не узнаю Я другой Это не я Я покаялся И мою жизнь Бог зачеркнул Как будто её не было Говорят Ну Бог даёт вам память Да Бог даёт Но Бог даёт Беспамятство Я знал столько анекдотов Как душа Говорится Компания была всегда Они мне мешают Я помолился Господи Убери у меня это всё Они Я встал утром У меня ничего нет Бог стёр И новая программа была Переформатировал сознание Я свидетельствую Что Бог слышит молитву И отвечает Бог живой Он отвечает На живую молитву Вот у меня детский лагерь Его душили В 98 году 15 краевых комиссий Мы от Барнаула 150 километров Деревню строим И лагерь был Комиссия за комиссией И они ничего не могли сделать Дети По крышам Ну низкие такие у нас Строения были И они скандируют И плакаты держат Коммунисты, людоеды Займитесь своей душой А тут на съёмки шло И милиции Тут они ничего не могли сделать Они стояли И отступили А у меня близкий Знакомый Друг был Это прокурор края Генерал-лейтенант Пороскун И он прислал Своего представителя Полковника И с нас всё это сняли За нами ничего не было Ни одного больного За 45 лет Ни один ребёнок Не сгорел Не утонул А брал-то там Из детдомов Отовсюду 45 лет я начальник Детского лагеря И ни рубля государству Не помогло И ничего Мы учили детей Благодари Бога Мы никогда не роптали У нас в семье 10 человек У отца с матерью было А отец без руки С фронта пришёл И мы ни разу не слышали Чтобы отец Власть ругал Или как-то Мороженое, картошку Собирали Лебеду Там рыжик И ни одного больного Ребёнка не было 10 детей 5 братьев 5 сестёр Мне вот В июне будет 80 лет Я 5 тюрем прошёл И лагерь Я ещё ни одной таблетки Не съел У меня 3 голубятни Почему? Жизнь интересная Интересная Когда ты Для Бога живёшь Не для себя Я просто делюсь опытом Я живой человек В этой же стране живу И у меня не было ни разу Непереносимого страдания Особенно Когда я распространял На 10 магнитофонах Архипелаг ГУЛАГ Златоуста И арестовали Тяжело было А потом оказалось хорошо Когда я освободился Реабилитирован был Стал судиться Они мне должны были 11 миллиардов Недоминированных И они не могли же считать Все денег нет И дали два дома Внутри города Вот я в одном из них Нахожусь В другом молимся Православная церковь Вот сегодня сказать нельзя Для чего это? Надо просто принимать И благодарить Повторите ещё раз, пожалуйста Название канала скажите Канал называется Открытым оком Во свете Библии Игнатий Лапкин 13700 наших роликов там Открытым оком Во свете Библии Открылась? Сейчас ещё раз Видите, да? Да Открытым оком Во свете Библии Вы там увидите У нас просмотров 29 миллионов Открылась? Нет Видеоканал Написать канал Открытым оком Во свете Библии В Ютубе В Ютубе Во свете Библии Да, во свете Библии Ну свет от Библии падает Вот она книга у нас Это Библия Вот, пожалуйста Во свете Библии Это православное издание Оно очень хорошее Вы можете это в церкви купить Только покупайте православное издание Оно полное Протестанцы издают 11 книг там у них нету Нашли? Да, нашли Красиво? Красиво И вот последнее Посмотрите Ролики какие стоят Сегодня у нас было собрание После церкви Богослужение прошло И собрание Я там выступаю Как проповедь говорю У нас тут умер один брат Он парализован был 17 лет В 30 лет при купании Он ударился головой Были раздроблены позвонки И он на выдержку лежал 17 лет И он иконописец был По всему миру известный И мы друзья большие были Как братья родные И он Перед смертью И у него движимое одно плечо только было И он Опустился вот сюда Вот к этой реформе-то В рулетку В рулетку-то зашел Едва только Написал И у него приступ был Прободение 12-пертой кишки И он умер Я стал молиться Господи Дай мне знание Зайти вот это В эту рулетку-то Мне говорят Да там помойная яма А я таких людей Хороших нашел здесь Я встал молиться И говорю Господи Вот как Сергей это знал Дай мне такие знания Он разбирался во всем И вот мы уже Дня 3 уже 4 сидим здесь Уже больше 10 Сейчас будет 10 роликов Уже составили Они одинаково все будут называться Только под номерами Господь сказал Идите по извердям Всюду ищите людей Которым можно сказать Которые примут Христа Которые придут в церковь Христову Мы то от того Что люди поверят Ничего не имеем Кроме внутренней радости А когда вы Зайдете везде В скайпе Тогда вам понравится Ну и в скайпе Зарядите Игнатий Лапкин Я один под этим именем И по скайпу Только чтобы не было Там что-то на вас А вот так вот Как сидите Никаких аватаров Ников не было Открыто У нас все остальное Обманом считается И там вы найдете На нашем сайте Все мои книги 38 на бумажном варианте Еще 7 вышли Там стихи вышли 4 тома По 800 страниц Вы найдете там Огромное Огромное богатство Ну всего хорошего С Богом С Богом Мы пошли дальше По этим просторам Храни вас Господь Мы православные христиане Проповедуем Христа Распятого и воскресшего И что он придет Судить мир Вы желаете Об этом слушать? Да Хорошо Продолжайте Тогда запишите Наш Если у нас тут Перервется связь Наш видеоканал Называется Открытым оком Во свете Библии А напишите пожалуйста В чате Мы не можем У нас заняты клавиатуру Да клавиатура занята Открытым оком Во свете Библии Карандашиком Запишите Простите А вы верите в Бога? Вы верите в Бога? Да конечно Мы верующие Для этого и пошли Чтобы людям засвидетельствовать Мы глубоко верующие Вот у меня здесь сидит друг Он не верит в Бога Я ему пытался Объяснить то что он есть Можете пожалуйста объяснить У него сидит друг Он не верит в Бога Он не верит в Бога Написано Безумец сказал Нет Бога И причина какая Они развратились Совершили гнусные преступления Нет делающего добра Нет ни одного Псалом первый Это 13 и 52 То есть в Библии В Библии Неверующий Он что угодно Может сделать Потому что Как в братьях Карамазов Говорит Иван Карамазов Говорит Бога нет Все позволено А можете А можете Сказать первые слова В Библии Если вы ее читали Что первые Сказать первые слова В Библии Как начинается Вначале Сотворил Бог Небо и землю Зенила же была безбидна И пустая тьма над бездна Иду Божий носился над водой И сказал Бог Да будет свет Так 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 Ну вот это Начало Библии А еще такой вопрос Вы крещеные? Вы крещеные? Мы православные Мы православные Видите Мы крестимся рукой А баптисты Протестанты Они не крестятся Ушел Мы проповедуем Христа Распятого воскресшего Вы желаете Что-то узнать об этом? Да Желаю А у вас дома Евангелие есть? У меня дома Все есть Ах Вот как Он православный Вы православный? Да А я иудей Ну и что Иудей Так вы Православный? Я еще раз говорю Я иудей Это вы иудей По вере Или по национальности? И так И так Ну и что Ко мне Привезли сюда Иудея Привезли в дом Где я сижу В Барнауле Он Чистопородный еврей Не какая-то помесь Наум Израилевич Родители в Израиле И он у меня Пробыл Наверное часа Ну два может быть Не больше Он стал православным И сейчас священником Мы поехали в Переделкино И он крестился В полное погружение Ну и что Что иудеи? У меня мать Православная Потаскуха Ну вот Мать православная Потаскуха Ну а почему Мать и Потаскуха Зачем вы так? Потому что Православная Ну да Православные Приняли Христа А евреи Его не узнали Написано Пришел к своим Хотите я вам скажу Кто такой Иисус Христос? Ну Иисус Христос Сын Потаскухи Ну да Я знаю Это слышал От римского Бегового солдата От дезертира Верно Да вам что угодно Могут сказать Но они его распяли И теперь смотрите Иоанн Златоуз говорит Очень просто Я беседую с евреями Скажите Вы Вот высушите один раз Вот я говорю Я спрашиваю еврея Скажите Ваши предки были Поклонялись идолам Говорит да было Ну в Библии написано так А было что за это Бог наказывал Всегда наказывал И потом Ну ходили в плен Там 70 лет Вавилонское пленение Вернулись В синагогу Стали строить Узнали там кое-что Скажите Что вы сделали В первом веке Что вас Бог рассеял 2000 лет Не можете собраться Значит не пророка распяли А сына Божия Вообще Как христиане Православные Там католики И так далее Так и мусульмане Говорят Что иудеи И евреи Убивали пророков Я говорю Не про это Про евреев Конкретно С евреями я разговариваю Я говорю Скажите Что вы считаете В 53 главе Пророка Исаия Вы знаете Ответ везде одинаковый В московской синагоге Он сразу Опускает голову И он говорит Об этом Разговаривать не будем Вы с точки зрения Православия Мне ответить Так скажите 53 глава Исаия О чем говорится Я вам вопрос Жизненный Задам Я сейчас Я хочу обсуждать Вот эту вот Библию Не Библию И так далее Ну давайте Вот смотрите Женщина У которой уже Был Половой партнер Имеет ли она Моральное Вообще Какое-либо Право Заводить семью С последующими Половыми партнерами Нигде об этом Не сказано Что она не может Такого в Библии нету Ни у евреев Ни у кого Но только мусульмане Пошли правильным путем Они говорят Если ты был блудник То такую и бери Девицы Чтобы у тебя не была Вот они правильно Мусульмане говорят А у нас этого нету Если человек покаялся Ему Бог ничего не вспоминает Нойная жизнь начинается Вы знаете Вы знаете У меня мама Не с рождения православного Она приняла православие Уже в таком Скажем Зрелом возрасте Но Вот Бог может ее простить Я не прощу за это Никогда Потому что у меня мать Меня родила От второго брака Я считаю Что я сын блудницы И я не считаю Верным Вот это все Православие Неправославие Это все Это Это неправильно Извините Я могу заматериться Я все-таки русский человек Это что Ваша вера позволяет материться В присутствии взрослого человека Я стараюсь не материться Ничего не получится Оно будет прорываться Почему Господь говорит Господь говорит Делающий грех Есть раб греха Языком Никто не может совладать А Господь Избавляет от всего Он дает силу победить Я Я хоть иудей Но я Я не верю в Господа Ну не верите Написано Бесы Бесы Демоны Веруют и трепещут А вы еще хуже бесы Зачем вы на себя берете Я знаете Вам Знаете Что скажу Вы знаете Евреи все разорили Везде там Везде А в моей жизни Уже евреи во всем виноваты Нет Евреи у меня в жизни встречались Послушайте Вы послушайте Послушайте В моей жизни Плохие евреи ни разу не встречались Вот что интересно А вот я первый плохой еврей Я вас плохим не называл Евреи мне встречались Они мне всегда помогали Даже в издании моих книг Вот Я о ком говорю И не просто так Ко мне операцию делал Яков Нахманович Шойхет Доктор медицинских наук Заместитель губернатора края Таких евреев поискать надо Я все равно не верю Я не верю Но ничего Главное что вы услышали В трудную минуту Вы скажете Я слышал Что Христос умер за меня Евреи кричали Кровь его на нас На детях наших Их пытался уничтожать Гитлер и Сталин Их давно нет А евреи какую силу набрали Почему Это избранный Божий народ Я проповедник говорю Ты хочешь быть благословенным Ну да Никогда не проклинай Божье наследие Авраама Евреев Благоговей перед этой нацией Помогай всячески ей Я христианин Вы знаете Вы знаете Мой двоюродный брат Младший брат двоюродный Он был рожден от чистокровной еврейки Чистокровная Так вот эта жидовка вонючая Бросила моего брата И моя мать Нас троих растила Троих Понимаете? Я понимаю Вот сейчас Иосиф Кобзон умер И он рассказывал о своей матери Отец бросил ее Сколько детей было И однако Она их воспитала Она научила их А почему отец их бросил? Почему? Он еврей, чистопородный Она еврейка Но она воспитала их Почему? Похотливый жеребец Библия говорит Как жеребцы ржете на жену ближнего А почему женщина за похотливого ведет? Ну знаете Конкретно У ней веры не было Потому что не инстинкт Не человек получается Животное Которое инстинкт Да, да И что в этом святого? Святого нет ничего Потому что там Бога нету А где Христос Там победа Вспомните Иустину Киприяна Вы сейчас сами себе противоречите Нисколько Зачем вы говорите? Вы противоречите себе Я 56 лет проповедник И ни разу не противоречил Вы не разобрались В чем именно я противоречиваю? Объясните Как вы сказали Где эти евреи там и святые? Кем была Мария? Я не говорил Что где святость Я говорю Мне лично помогали Мария это дева Мария Которую приготовил Господь Как избранный сосуд Кем она по национальности приходится? Еврейка Еврейка С кем она переспала? Ни с кем Никогда Она дева Преснодева Мария Об этом говорится у Исаи Пророка Об этом не надо говорить Надо об этом говорить Вас так настроили Как вообще дети рождаются? Их что аист приносит? А вы скажите Морской От цвета до духа рождаются Так вы вопрос задали Я вам отвечаю Скажите Как оплодотворяется морская звезда? Только самка одна От удара молнии И все? Я про человека Я говорю Вы про человека говорите Это единственный случай был Все девы Ваши реви Родит сына 7 глава 14 стих Книга Пророка Исаия Вы не верующие Вы не знаете Вам хочется в это верить Но вы отрицаете биологию Да мне не надо биология Биология Это чудо Божье Это единственный случай В мировой истории Не бывает Но скажите Мы с вами спорить не будем Я вам сказал Вы не приняли Евреи это говорили Что говорили? Что они добились? Понимаете как? Мы должны до конца договорить Они добились того Что им государство дали И землю им дали Кто дал? А кто дал им государство? Они получше чем вы Скажите А кто Израиль образовал? Сионисты Ну кто сионисты? Конкретно Израильское государство Кто основал? Давид Бен Гурион Значит Гурион Гурион делал счетоподставку Теперь Вы знаете Кто Виталий Коротич был? Главный редактор Журнал Огонек И статья Там написано Еврей Еврей пишет Основатель Гитлер Тире основатель Израиля Гитлер Он уничтожал которых Евреев Которые полукровки А остальным Средства все отпускали И давали организовать Вы просто не знаете Это я вам говорю Гитлер основал Израильское государство Это пишет Зачем это знать? Это еврей пишет Прислушайтесь Еврей с большим именем Виталий Коротич Журнал Огонек Всемирно известный Вернемся Вернемся К Деве Марии Так как же она Как же получилось Никак Явился ангел Газ Слушайте Есть благовещение 7 апреля Оно в числе Явился Вы задали вопрос Мне с точки зрения Писания Объяснять надо Мне с точки зрения Логики А логики нельзя Дать неверующим У него верующего нету Вы скажите Как земной шар Как образовался Почему луна Ближе не приближается Почему молекулы Сами по себе Не распадаются У нас миллион вопросов И Бог сделал Однажды вот так Что Бесплодная была Елизавета И она в старости родила Было такое Было А здесь сделал Господь Так что без мужа Не знаю мужа Дух святой нашел Она защела У него был муж Так все Я вам сказал Больше не надо Вы не молитесь Если бы вы молились Не спорили Молитесь мужа Я каждый день Отче наш читаю Каждый день Каждый день Ну-ка прочитайте А зачем Вот значит И не можете А я прочитаю Отче наш Может я не хочу Перед вами читать Мы разговариваем Я же вас не принуждаю Я вам все открываю Вот Если вы зайдете На наш ресур Вы наоборот Скрываете все И вам это выгодно Мне это никто не скажет Когда меня судили Вас судили хоть раз Не суди Да не судим будешь Судили Государственным судом Вы по тюрьмам шли Хоть раз в жизни А я по санкции МГБ Шел арестованный И во мне не найдено Ни слова лжи Я у меня документы У меня опыт За плечами Пять тюрем И лагерь смерти Я живой вернулся И у меня евреи Все друзья Вы так и не объяснили мне Как Мария Маганна Я вам ответил Три раза ответил А у вас замкнуло Там сатана замкнул Мозги Ты ничего не слышите Я ответил Она без мужа родила Без мужа Дух Святой сошел Не бывает Не бывает Не бывает Вы скажите Как человек Когда зачинается Там капельки нет даже Там микрон Один живщик И он в себе Имеет характер дедушки Походку бабушки Может быть Музыкальная наклонность Как это может быть Никто не ответит По-плоцки Тем более По-духовному Вы написано Верующим Я вам по научному Отвечу Дизокси рибонуклеин Вы не можете Ни о чем судить У вас нет на это Духовный судит Обо всем А о нем Никто не может судить У вас нет понятия Ни о душе Ни о вечности Ни об искуплении Этого нету Этого нету Ну я вам сказал Я сказал Вы только один раз Выслушали Мы не спорим Этого нету Вы понимаете Этого не может быть Я понимаю Я вам слушаю Из речения Спорит тот Кто ничего не знает А кто знает Он истину возвещает Я не спорю Я вам говорю Как есть Да вы спросили И сказали бы Хорошо Я услышал Но я не поверил А вы прям на своем Вас трясет на этом Зачем Вам Потому что это истина Это какая-то истина Вы истину не знаете Истину Христос говорит Я истинный Путь истины И жизнь Пилат говорит А что если истина Христосу можно было говорить Что он истинный А мне нельзя говорить То что я истинный Нельзя Вы начинаете говорить Как Высоцкий Владимир Семенович Написал там Против Бога И когда ему Все уже Против Бога не идут Запомните Он стал говорить Против Девы Марии И когда ему сказали Ты сумасшедший А его сразу Припадки начали бить И он говорит Пушкин написал Габрилиаду А почему мне нельзя И чем он кончил Как только Пушкин Написал Габрилиаду Пулю получил сразу Как только Написал поэму Демон Лермонтов Пуля в лоб влетела Вы посмотрите историю Вы ее не знаете Вы объясните Один момент Как может человек Родиться без соития Да Не решайте по-скотски Решайте по-божественному Я вам ответил Четыре раза Да не бывает По-божественному Да не бывает А вот бывает Можете понять Верою познается Верою Я тоже не знаю как Нет Познается Аналитически Скажите Понимаете По словам Логических выводов Скажите Человек Как создается Который вот Какой есть Вот едут Дорогой в поезде Татарин едет Ну и один Русский там Студент Грамотный Комсомолец Вы говорите Бог создал Давайте тряпку намочим Бросим И тут через неделю Всякие бухашки будут Он говорит Ай как Нехорошо Взял божью тряпку Божью воду Полил Божью бухашка Вылез Я говорю вам В духовном плане А вы По-плоцки мыслите Так все На этом разговор Окончен У нас ресурсы Большие Хотите я вам назову Открытым оком Во свете библии Приходите туда Это в ютубе Погодите 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 Стойте Вы сейчас Вот это все Хозяйство записывали Правильно? Да записывали Через 10 дней Будет стоять в интернете Через 10 дней Я хочу добавить Что вот все Что я сказал выше Это мое личное Оценка Это ваше личное Все Никто не отнимает С этим вы остаетесь Оценочное Суждение Запомните Это Так А что запомнить Оценочное Суждение Какое оценочное Это вы сказали У меня Твердое основание Сказать Он себе так говорит Ну Разве плохо Что вы зайдете На наш канал Называется Во свете библии Открытым оком Запишите И вы себя увидите Через 10 дней Господи Гитлер Основатель Израиля Тут шире Надо смотреть А Бен-Гурион Тут свое дело Сделал Герцель Что Сделал Герцель Герцель Герцель